Доброе утро, друзья! Сегодня четверг, 13 июля. Примерно 9 часов утра. Вот, и я снова в лесу. Шестого день подряд. Но на этом марафон закончится. Потому что сегодня и до понедельника я уеду на дачу. Там, может быть, схожу в местные леса. Вот, Приволжский лес. Тоже очень хороший. Ну, его, конечно, не так хорошо знаю, но заглянуть можно будет. Вот так получается. Ну, ладно, прощаться будем с вами уже после видео. А сейчас давайте не будем о грустном. Вот, и пойдем собирать грибочки, какие есть. Ой, чуть не упал. Какие есть, какие попадутся. Грибов мало, но главное же погулять. В любом случае что-нибудь найдем. Так что, приятного просмотра и на связи. Ну, и сегодня я устремляюсь к лэп. По основному своему месту. И вот, пока шел, головой крутил. И попался. Под березовичек. Вот такой вот. И вот только я его тут сорвал буквально. Даже не почистил еще. А тут кто показался. Опа. Еще один. Прям возле дороги растут. Тут канавка такая небольшая. И вот они растут. Решу очень. И вот очередной грибочек. Беленький на сей раз. Но, ух, даже как видите, смотрите, вот. Даже, я не знаю. Вот уже. Труха. Шляпку посмотрю, конечно. Наконец-то я на основном месте. Ну, как наконец-то, спустя полчаса. Грибочков на тропе, ведущей к этому месту, больше не попадалось. И я на самом известном месте подосиновиков. По крайней мере, для меня. Снова, вот, кто смотрит мои видео регулярно, вот, помнит вот эти вот. Вот эту вот трухлявую. Я даже не знаю, что за дерево. До такой степени уже разложилось. Но подосиновики тут растут. И каждый раз хотя бы одного я нахожу. Но, вот, шуршу я, шуршу. Думаю, может, маленький где-то спрятался. Но нет. Но потом я заметил вот это. Не знаю, отсюда плохо видно, наверное. Да, вот так вот. Бугородчик. Либо шишка так, еще одна там лежит. Либо давайте смотреть. Вот он. Не нарушая традиций. О, какой он. Вот такой вот кругляш. Как жвачки в автомате. Там магнит или в пятерочке. Вот такой же по размеру, по форме. Кружочек. Так и хочется его сразу пожевать. А это снова я. Причем очень радостный, как вы заметили. Оп, оп, оп. Опа. Сегодня подальше решил вырасти. Вот это уже размерчик поинтереснее. Я его, наверное, даже сфотографирую сначала. Да. Потом уже будем его доставать. Пора приступать. Обожаю звук, когда вот гриб вытаскивается. И такой хруст приятный. Особенно у беленьких. Но подосиновики тоже этим славятся. И вот такая парочка подправляется вот к таким вот наполовину чистым грибочкам. Вот так вот теперь у нас. Друзья, аккуратнее будьте. Нашел я в лесу мину. Причем не обезвреженную. И сейчас я буду ее деактивировать. Это даже не мина. Это бомба. Ну, вроде бы правильно я все сделал. Теперь осталось лишь аккуратно ее извлечь. Вот я неопытный сапер. Знаете, вот неопытный я сапер все-таки. Вторую-то я не обезвредил. Сейчас бы рвануло. Надо было посмотреть сначала с двух сторон-то на эту бомбу-мину. Или как ее? Бомбину. Ну, слава богу, саперы-червячки его обезвредили. Так что он изначально был не опасен. Но прекрасен. Все равно. Вот этот герой. Вот этот вот. Знаете его в лицо. Принял удар на себя. А вот этот гриб, он просто... Он настолько прочный, что я даже не сомневаюсь в его частоте. Даже не буду его там резать. Смотрите, он настолько прочный, что все должно быть хорошо. А грибочки продолжают радовать. Слой-то вроде заканчивается, но молодые так и так лезут. Не массово, но лезут. Ну, он какой. Зацепился я. Все хорошо. Вот так вот. Такая вот красота. Вот этот вот червячок. Ой. Вот этот вот. Это проволочник. Пусть ползет. К очисточкам сейчас я ему отдам. Я ему благодарен очень сильно. Вот, держи. Тут найдешь, найдешь, скушаешь. Потому что, когда он заводится первым, то, как правило, вот мелких червячков-то нет. То есть, я никогда не замечал, чтобы и проволочник, и мелкие червячки, они были вместе как-то. Поэтому и гриб-то вот он прям. Вот он. Видите, вот отсюда вот он вылез. Комары. И гриб тоже прям чувствуется. Прям железобетон. И вот раз такое хорошее место уже двойня тут вылезла, бог любит троицу, грибник тем более, поэтому такой бугорок я обязательно проверю. Не уверен, что это белый, но проверить стоит. Сложно сказать, что это такое. Я сначала думал, я ногу откапываю, а это, оказывается, шляпка. Ух ты. Ух ты. Сломался все-таки. Чуть-чуть, да? Так, но... Я не понимаю, это грязь, или он червивый. Ну, грибочек мягкий. Мне кажется, на него наступали, раз он прям на тропе растет, пока он под землей рос. Да нет, чистенький грибочек. Просто такой мягенький вырос. Может быть, на самом деле наступали, поэтому помягче стал. Отлично. А грибы-то лезут друг за другом. Не успеваю камеру убирать. Может быть, слой-то не сошел еще. Просто чуть помедленнее, поменьше начал грибочки выдавать. Ну, классный. За 138 походов в этих местах за 4 сезона чуйка уже развилась. Интуиция уже на каком-то сверхуровне. Все, посмотрел, буквально минут 5 хожу, а меня что-то не отпускает. Вот не отпускает и все это место. Ноги сами сюда опять несут. Из третьей попытки все-таки душа успокоилась. Ух какой! Боюсь надавить сильно, сломать. А тут упирается так, что приходится. Кабанчик. Кабанчики. Встретился у меня грибник. Видно, уже назад шел. Набрал у кошка лисичек. Говорит, вот здесь вот, где сейчас я ходил, вообще ничего нет. А вот на той стороне там вот лисичек он много и набрал. Может быть, он это и задел. Может быть, он просто так вырос, грибочек-то. Давайте посмотрим. Так. Тоже двойной. Видите, вот маленький. Загнил. А на крупного сейчас посмотрим. Ух ты! Какой тут слезничок-то крупный. Вон какой. Операцию я провел. Маленький, полностью сгнивший. И от него, конечно же, вот пошли уже вот эти вот первые точечки. Поэтому пришлось вот тут вырезать и немножко почистить. Так, фокус есть. А так гриб прям вот хороший. Нога вообще плотная. Прошел полчаса вообще без всего. Наткнулся на такие срезы. Они еще в прошлый раз лежали. Я возле них как раз маленького белого и нашел тогда. Так вот. Смотрю внимательно, внимательно. Видно вам? такой вот подберезовичек. Так, его и не заметишь, если внимательно не смотреть. Вот он. Оп! Молоденький. И есть. Хорош. Такое вот местечко. Мох тут. Кустарнички. Сосинки, елочки. Все во мху. и не только деревья, но и грибочки. Как-то на бок они сегодня все растут. Заметили? О, кабанчик. Сейчас я прикрою все это дело. Проволочник. Хороший знак. Вон он. Подберезовичек попался. Оп! Думаю, шляпка нормальная будет. Продолжаю искать подосиного эльдорадо. Там папоротнички такие. Елечек смешанный с осинкой. Казалось бы, идеальные условия, но снова подберезовик. И буквально голову поворачиваю. красуется. Вон он какой. Фантастика. Как кулачок такой. Оп! Под шляпкой белым-бело. Ножка тоже вроде плотная. И как обычно у таких красавцев, которые возвышаются над почвой, вот такая ситуация. Углубился я снова в чащу. До этого парочка гнилых подберезовик попалась. И вот такая же картина уже. Эти посвежее, конечно, чем те были. даже снимать не стал. Но думаю, тоже уже все. Вот так. Просто знаю, какое качество даже у молодых грибов. Вот этого я даже трогать не буду. А то посмотрю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...